Супермаркеты «Амстор» понемногу оживают. В торговом центре, расположенном по улице Победы в центре Запорожья, уже открылась основная часть отделов. Сейчас арендаторы продолжают возобновлять работу своих магазинов и торговых точек. Сам супермаркет «Амстор» по-прежнему не работает. Вернуть его к жизни оказалось не так просто. Вину за это в смарт-холдинге возлагают на бывшего управляющего Владимира Вогоровского, который пытался незаконным путём присвоить себе бизнес. Когда же представителям основного акционера «Амстора» смарт-холдинга удалось попасть в супермаркеты, которые, по их словам, баррикадировали вооружённые люди экс-управляющего, картина перед ними открылась неприглядная. Кассовых лотков, где находилась вся новогодняя выручка за новогодние праздники, они исчезли в неизвестном направлении. Касса у нас – это буквально маленький компьютер. Вы можете посмотреть, здесь нет жёстких дисков, на которых хранилась вся информация. По остаткам денежных средств, по движению денежных средств. Это откровенное хищение. Но даже сейчас бывший управляющий Вогоровский, по словам представителей смарт-холдинга, пытается блокировать возобновление работы супермаркетов. Говорят, сначала в неизвестном направлении вывез серверы, выручку и всю документацию. А теперь запугивает сотрудников «Амстора», чтобы те не выходили на работу. Часть людей эти угрозы проигнорировали и всё же вышли на работу, пока занимаются уборкой и инвентаризацией. Просто пропадает много продуктов, жалко. Вот там раки плавают вверх ногами, и мясо в холодильниках много пропало. Ну, не знаю, люди не выходят на работу, жалко. Скорее бы открылся магазин, и мы бы работали. Пенсия на носу у меня, я тоже переживаю, чтобы работа была и нормальная зарплата. Не белая-чёрная, как говорится, а одна белая. Мы всех призываем выходить на свои рабочие места. Мы ответственная компания, мы готовы нести обязательства по заработной плате, по социальным каким-то выплатам. Я знаю, что ко мне обращаются десятки людей и говорят, что, например, здесь зарплата платилась в конвертах. Как только мы восстановим все зарплатные проекты сотрудников, мы совершенно изменим ситуацию, и вся зарплата будет платиться в белую. Мы призываем всех не бояться, не сидеть дома, а выходить на свои рабочие места согласно штатному расписанию. Возобновить работу торговой сети не так просто. Необходимо восстановить дорогостоящие серверы, проводить инвентаризацию, восстанавливать всю документацию, в том числе и кадровую. Как быстро это удастся сделать сегодня во многом зависит и от коллектива Амстора. Чем раньше люди вернутся на работу, тем быстрее заработают и супермаркеты.